Берендеевский лес ненадолго превратился в съемочную площадку. Территорию парка облюбовали создатели клипа певицы Эрнес. Нашим зрителям она знакома. Это Светлана Алекимова, корреспондент новостей и автор передачи «Из Золотого ларца». Собственные песни на чувашском языке она начала исполнять в прошлом году. И вот сейчас решилась на создание клипа. Воплотить идею в жизнь взялся московский режиссер и творческая команда национального телевидения. Работу за кадром увидел мой коллега Дмитрий Ковалев. На мне тонны косметики, тонны. Три часа накладывали макияж, прическу еще не наделали. Вот, все, начинаем переодеваться. Пока главная героиня входит в образ и гримируется, другие члены съемочной группы готовят площадку к работе. Прямо в лесу прокладывают провода, устанавливают видеокамеры и операторский экран. Все в лучших традициях создания большого кино. Чтобы все задумки воплотились, обязательный ритуал. Творческая бригада ставит свои подписи на тарелки и разбивает ее. Мы эту тарелку все вместе разобьем и осколки унесет каждый на память. И ты его несешь. Раз, два, три, два. Забираем осколки. Забираем осколки. Я вот это самое красивое беру. Когда заводится генератор, небольшая палатка превращается в настоящую видеостудию. Именно отсюда оператор управляет краном. Съемки в полевых условиях или, как говорят киношники, на натуре – процесс поистине сложный. Не раз постановщикам приходилось делать перерывы из-за дождя. Но капризная погода испытывала на прочность не только дорогостоящую аппаратуру, но и саму Светлану. Температура воздуха 7 градусов выше нуля. А на певице только легкая одежда. По задумке авторов, она играет роль лесной нимфы. Воплощая этот образ, стилист из Москвы опирался на древнюю мифологию. Вот это такое просто мое видение. Мне кажется, что она была такая нежненькая, без каких-то излишеств. Просто такая легкая лесная нимфа. Каждый эпизод оператор-постановщик доводила до идеала. Любое неправильное движение и отснятый материал браковался. А это самые сложные дубли. Свету заваливают листвой и поднимают наверх. Отснять эти кадры было необходимо как можно быстрее. Пролежав пять минут на покрывале, певица начала дорожать от холода. Хотя своей слабости она старалась не показывать. Ощущения прекрасные. Мне еще так тепло никогда не было. Даже сегодня. Так, снимаем. Все, ребят. Давайте мы ложись вместе. Секунду, опусти камеру. Ну, занять ее место так никто и не решился. Команда «Стоп снята» прозвучала только вечером. Но эпизоды, отснятые в лесу, лишь небольшая часть клипа. Нимфа только один из образов. На экране зрители увидят историю о девушке, которая пытается найти себя и свою любовь. Съемки продолжатся и дальше. Премьера запланирована на конец этого года. Медрик Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.